Харе Кришна! В этом уроке, посвященном дизайну учебных схем, мы рассмотрим написание наших целей, будь то для одного конкретного класса или для группы классов. Цели — это о причинах вашего урока. У каждого отдельного урока должна быть цель, а также цель курса в целом. С точки зрения преподавателя или автора курса, идея, что это то, чего я хочу достичь, чтобы удовлетворить потребности моих студентов. Так что это мои надежды, мои намерения относительно исхода урока, и их общие утверждения отражают общую цель урока. Они касаются вас, как преподавателя или организаций, частью которой вы являетесь, и каковы ваши намерения. Итак, вы смотрите новость и говорите, «Хорошо, людям действительно нужно вдохновляться тем, чтобы они вставали рано утром, и им нужно участвовать в утренней садхане, им нужно делать это, чтобы у них была качественная джапа». Поэтому люди говорят, «Знаете, я бы хотела, чтобы моя джапа улучшилась». Так что это их потребность, которую они понимают, и моя цель — помочь им просыпаться рано утром, чтобы улучшить свою джапу, сейчас часто цели преподавателя или организации слишком высоки, чтобы их можно было точно оценить, но они все равно направляют то, что вы делаете. Теперь ответьте на такие вопросы, как «О чем учащиеся будут знать, понимать, достигать, развиваться или быть более уверенными в себе в конце моего преподавания» по сравнению с началом? Например, целью может быть помочь преданным чувствовать себя более уверенно в своем обучении и облегчать групповые процессы, или помочь начинающим фотографам создавать фотографии технически хорошего качества и раскрыть свой творческий потенциал в создании изображений. Теперь вы знаете, что каждая из этих целей начиналась со слова «что». И они также описывали преданных зрителей, начинающих фотографов. Чтобы написать цель, вам поможет, если вы подумаете, «Если бы кто-нибудь спросил меня, что я собираюсь получить от этого курса, почему я должен его провести, зачем мне это нужно?» Чтобы я ответил, я бы сказал, «Эй, это действительно поможет вам делать фотографии более высокого качества? Или это действительно поможет вам собраться с мыслями о садхане с раннего утра?» Наша цель должна быть настолько ясной и сфокусированной, насколько это возможно. Убедитесь, что когда вы пишете цель, она начинается со слова «что бы». В ней должен быть глагол «помогать», «поощрять», «вдохновлять», «облегчать». И в ней нужно указать «кому». Чтобы помочь преданным, помочь фотографам, помочь родителям, информировать у людей, рассматривающих возможность вступления в брак, вдохновлять в рахмачарии. Теперь действительно, загляните внутрь себя, чтобы найти, какова ваша цель. Почему вы преподаете? Если вы преподаете только потому, что кто-то вас попросил, «преподавай и не думай больше ни о чем». Это не сработает. У вас должна быть причина, по которой вы преподаете. Вам нужно иметь в виду что-то, что, по вашему мнению, удовлетворит ту потребность или возможность, которую вы определили у своих студентов. Им это нужно. Есть возможность. И это то, что я хотел бы сделать, чтобы удовлетворить эту потребность. Если у вас нет такой цели, то лучше вам никого не учить. Вы должны быть воодушевлены этим. Вы снова и снова спрашиваете себя, «Что именно я хочу сделать? Водошевлен ли я тем, что делаю это?» Убедитесь, что ваша цель реалистична на то время, которое у вас есть в расписании. Если у вас есть только полчаса, то тогда вы не сможете рассказать обо всем, что содержится в Бхагавадгите. Большое вам спасибо. Харе Кришна. Продолжение следует... Продолжение следует...